Итак, привет, друзья! Сегодня я вам буду показывать реверсионное оружие. Очень-очень интересную механику я придумал, новую. Сейчас я там допиливал кое-что в скриптах и я даже еще и не проверял. То есть проверил и вот сейчас перепилил один момент. Новый момент я еще пока не проверил. В общем, мне нужно что? Чтобы кинжал был в инвентаре один. То есть вот если в предыдущих видео на стримах я там показывал, что когда вы получаете какой-нибудь кинжал, то у вас появляется такая типа реплика. Ну что-то вроде активатора. Вот. Я пошел дальше. Я решил даже эти реплики сейчас скрыть. Вот. Мы сейчас будем тестировать это все дело на кинжале Вальдера. Квестик сейчас небольшой пройдем. То есть кинжал Вальдера, он по идее в принципе один, и он не может быть его два. Вот. Ну никак не может быть. То есть можно можно объяснение придумать этим репликам по Бритве Миру Носа, там по Крапивнику я вчера сделал. В общем, по всем, в принципе, по всем можно придумать какие-то объяснения такие лорного появления этих реплик. То есть этих копий справа для правого хвата. То есть для обратного хвата. Вот. Мы сейчас в мышистой пещере. Кто ты? Спрыганы. Спрыганы. Кто вообще придумал это имя? Спрыганы. Понимаешь, меня тоже потрепали. Если честно, то пока я никуда идти не могу. Дышать больно. Не похоже, чтобы такой мускулистый парень, что такого мускулистого парня могут потрепать. Прошу тебя. Мне нужна помощь. Не хочу сдохнуть здесь, на этом распрохлятом древне. Так, сейчас мы с вами выкинем всякие, чтобы они не отвлекали, грубо выражаясь. Всякое оружие выкинем из инвентаря железный кинжал тоже, крапивники все эти дела, посор зомби, стальные кинжалы тоже я выкину, стальной меч. Вот. Все. У меня осталось только железная рапия и стальная пика. Вот это все, что у меня из оружия. И арбалет, соответственно, то, чем я сейчас буду расстреливать спрыганов. Арбалет у меня начатереванный. Ну, то есть я смотался в тестовую ячейку. Скайвиндоску и взял оттуда наш квестовый, то есть наш этот, наш арбалет автоматический. Я не могу просто так уйти. Там ведь тела моих друзей. Их рвут на части, эти твари. Какие твари? Омоновцы? Ты окажешь такую услугу постороннему человеку? Не знаю, что и сказать. Удивлен? Я с тобой. Ну, пойдем. Да ты мне уже не посторонний. Я с тобой уже тут пять минут стою. Так. Вот, кстати, сказать, если вы обратите внимание, то сейчас у него нет в инвентаре его кинжала, который он мне передаст. Но он его передаст, как только мы зачистим пещеру. Сейчас пройдет немножечко отлагает. Это все... Мое железо очень старенькое, но... Готов. Так, сейчас тут выскочит медведь. Мишка, мишка! Единая Россия, блядь! Отстрелялись. Отстрелялись. Теперь самому надо подлечиться. Так, ну вот тут у нас спрыганы будут. Это, конечно, у нас просто дичайший арбалет. Чтобы вы понимали, он автоматический. И он есть в скайлинге. Что, сдохло? Тихо-тихо-тихо. Хорош, хорош, что ли? Да, все кончено. Да, все кончено. Самосуде свершилось. Самосуде свершилось. Знаешь, возьми вот это. Меручь, конечно, но для меня это важно. Ари подарила мне этот пенжал, когда мы в первый раз вместе пошли на охоту. Сказала, что он приносит удачу. Пусть он теперь будет у тебя. Я покажу их, как полагается, и пойду домой. Найди меня, если окажешься в Фолкрите. Тебя всегда будет ждать теплый пион. Ну, отлично. Так, смотрим, что у нас в инвентаре. Разумеется, сейчас. Так, итак, инвентарь. Что у нас есть по оружию? Вот, один единственный счастливый кинжал Уальдера. Исторический. Но это пока не спрашивайте, почему так. В общем, так и всё. Так, я закипирую болт. А, блин, давайте я тогда от третьего лица сразу же встану. И, блядь, я тоже закипирую. Так, что-то как-то 10 фп стремновато. Вот. Так, счастливый кинжал Уальдера. Мы берём, у нас появляется... Появляется менюшка. Перевернуть оружие и в какой руке. В левую руку я ещё пока не пробовал. То есть она, возможно, у нас сейчас баганёт как-нибудь ужасным образом. Если мы нажимаем Чанцел, то тогда... Блин, что я сделаю? Вот, Чанцел нажал. Мы взяли кинжал как обычно, да? Ещё раз показываю. Вот, нет ничего как есть. Чанцел нажимаем. И у нас кинжал как обычно. Давайте его для циста возьмём в левую руку. Такая же фигня. Кстати, почему-то менюшка не появляется, если его бать на левую руку. Менюшка появляется только если берёшь на правую руку. Ну, хрен быть, и с ним это не суть важно. Менюшка появляется и борься с ним. Возможно, я потом переделаю это как-нибудь, чтобы учитывалось. Так вот, теперь берём, да, в правую руку. У нас, если вы заметили, сейчас переэкипировался уже кинжал, он у нас уже для правой руки. Что мы видим? То есть, он обратного хвата. Что мы видим в инвентаре? В инвентаре мы не видим никаких, ни реплик, то есть, никаких других активаторов не видим. Мы его, соответственно, складываем, то есть, убираем, он складывается сам, снова достаем, он переключается. То есть, срабатывает вот так. Теперь давайте его попробуем взять на левую руку. Вдруг получится, да? Да, получилось, смотрите-ка. То есть, мы можем взять кинжал как в левую руку, так и в правую руку. Прикол, да? А на левую руку даже менюшка не появляется. Интересно, почему так? Ну ладно. То есть, мы можем вот так вот теперь экипироваться. Эй, минуточку, а какого хрена? Вот это уже баг. Фигня полная, ребятки. То есть, у нас сейчас, как бы, получается, два оружия в руках. Это, конечно, очень плохо. Не экипировалось с левой руки оружие. Ну ладно, с этим будем еще работать, соответственно. Ну, вы поняли, да, что это безобразие полное. Так, а если на левую руку? А если на правую руку? Вот, у нее экипируется левая рука. У нас не всегда какие-то проблемы. Ну, то есть, будем еще немножечко поработать над скотом, чтобы все было. В общем, вот такая вот идейка небольшая. Все, всем спасибо за внимание. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok